Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас программа полностью посвящена Телемунда. Почему, спросите вы? Во-первых, накопилось много новостей, а во-вторых, новости какие-то странные. Итак, новость номер раз. Ребекка де Альба получила от Телемунда предложение, которое сейчас внимательно изучает. Для нее, видимо, будет изобретен какой-то новый формат. Что это за программа, пока никто не говорит. И еще не ясно, согласится ли бывшая подруга Рики Мартина на сотрудничество с Телемунда. Ясно одно, Телемунда опять покупает кота в мешке. Потому что Ребекка, конечно, лицо медийное, но не особо популярное. Приходится скандалы с бывшим любовником затевать, чтобы появиться на страницах таблоидов. Вспомнила старая обида, не прошло и 10 лет. Кстати, о формате будущей программы. Предлагаем собрать бывших жен и подруг знаменитости и поливать их прилюдно грязью. А куда интересно делась любимая программа миллионов? Конфенсионис де новеллес. Сплетники типа Гарри Гитнера и Роберто Матеусу закончились? Марлена Фавела имеет новый проект, как говорится, в руках. Она рассказала заинтересованным лицам, что уже влюблена в свою героиню и знает своих партнеров по будущей новелл. Все они люди заслуженные и известны. А героиня в Марлене будет с виду белая и пушистая, а внутри мокрая и зеленая. Ой, то есть злобная и мерзкая до жути. И будет водить хорошистов за нос всю новеллу. А в конце ее или крокодил сожрет, или еще как-нибудь помрет, желательно помучившись. Желаем Марлене успеха, потому что предыдущая ее работа ни славы, ни рейтингов не принесла. Намечается второй сезон Сеньора Небес. На волне успеха первого сезона Телемуда замышляет аж целых пять штук этих самых сеньоров. Как бы до мышей с рейтингами не доиграться. Или будет как с королевой юга. Говорили-говорили, а Чейдель Кастильо взяла и обломалась. Говорят, что запросила столько, что дешевле было бы нанять Анджелину Джолей и Аль Пачино до кучи. Героем во втором сезоне Сеньора должен быть опять Рафаэль Аммайя. Хотя ходят тут странные сплетни о его рабочих перспективах. Но об этом чуть позже. Кристиан Бач, похоже, перетащила сына на Телемуду. Шаник Берман, известная мексиканская журналистка, специализирующаяся на телеведине, уверяет, что Себастьян получил от компании очень выгодное предложение. Ну, может быть, и неплохой выбор. По крайней мере, Себастьян хотя бы на мужика похож, а не на сладких реденец. Не сложилось у него с телевизора. Сначала бывшая невеста Анжелик Бойер свинью подложила, а потом Галам всех времен и народов давит Сипеда. Ну, теперь будем посмотреть, как там у Шаник с информированностью. Ну вот. А теперь самое интересное. Ходят слухи, что Марио Семаро получила Телемуду два предложения. Как говорится, на выбор. Одно в новеллу была импостора, где должна была играть Литси Домингес. По крайней мере, так предполагалось. А сейчас ходят слухи разнообразные, в том числе и про Марлены Фавеллу. Упс, ну очень интересно. Не хотелось бы мне увидеть эту сладкую парочку на экране в третий раз. Единственное, что было бы интересно, это что там, скорее всего, будет играть и Ванесса Виллиелла. Если учесть, что Ванесса у нас в последнее время играет только отрицательный героинь, треугончик, наверное, был бы забавным. Второе предложение – Камелия из Тиханы, Сары Мальдонат. На наш взгляд, Сара как партнерша была бы просто отличным вариантом. В трейлере этой новеллы она очень хороша. Но не будем загадывать, Марио фрукт известный. Мы тут размечтаемся, а он возьмет и не согласится. Говорят, что Фабиан Риос не будет продлять контракт с Телемундом. И слава богу, достал уже своей физиономии за несколько лет. Пятая или шестая новелла подряд у него. Пусть уж отдохнет, нет сил смотреть на его мучения, которую он ошибочно считает актерской игрой. Опять же, рейтинги дамы и рабочего стремятся к историческому минимуму. Да и в других странах не все особенно удачно. В Пуэрто-Рико новелла идет плохо. А в Венесуэле с восьми вечера ей принесли на два часа дня. Хотелось бы и Ресендеса куда-нибудь сплавить. Можно вместе с Риосом. Пусть дружит подальше от голубых экранов. Хотя был тут слушок, что Риос имеет возможность сняться в седьмой новелле подряд. А вот про это хотелось бы поподробнее. Начнем с того, что Араселли Орамбола получила предложение сняться в новом проекте. Когда некоторые издания написали в каком именно, многих зрителей чуть Кондратья не хватило. Речь идет о ремейке желанного тела или второй жизни. Сначала писали, что Араселли будет пытаться переплюнуть Лорену Рохас в роли Изабель Арови. Но это само по себе смешно. Лорена в этом сериале сыграла так, что Араселли и пробовать не стоит. Ей бы отправало дикого сердца отмыться, где она кривлялась, как дешевый паяц. А в качестве партнеров Араселли называли Рафаэля Амайю, Давида Чакара и Эухению Силлера. Ну, типа они будут новыми Сальвадорами-сиринцами. Да, жесть! Если Амай еще с пивом потянет, хотя с его злодейской физиономией мы бы побоялись встречаться с ним на улице в единенных местах. А остальные кандидаты ничего кроме здорового смеха вызвать не могут. Объяснять не будем. И так понятно. Как говорится, почувствуете разницу. Ну, а потом информация несколько поменялась. Оказывается, в тело Араселли вселится какой-то дух старушки, которая будет влюблять в себя всех мужиков в округе. И в первую очередь в его безутешного вдовца, которого может сыграть Фабиан Риос. В свете этих событий мы интересуемся, чем таким замечательным дорог Теремондо Фабиан. Ведь нет у него такого мужа, как у Морица Родригеса. Или есть. Поверить в то, что он им дорог, как рейтинговый актер и талантливый исполнитель, мы категорически отказываемся. А на сегодня у нас все. Встретимся на следующей неделе. А мы собираемся рассказать вам о новой бразильской новелле. Так что не пропустите нашу программу и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok